Сегодня новый этап в ремонте и сегодня мы купили пленку вот такую, потому что ковры, вы видели, что ковры, которые вы пишете, что мы не сняли, это все у нас на выброс, поэтому ковры не страшно. Самое страшное это вот шкаф-купе, вот это все. И купил Саша вот такую пленку специально, что видите, заблокировали полностью шкаф, чтобы он не замазывался. Ну а диванчик тоже сейчас застелим, но только она очень длинная, видите, ее для дивана надо на два разрезать, наверное. И снял он здесь, чтобы не мешали карнизы, потому что может, но вообще, честно говоря, мы не снимали почему-то, да, гордины, потому что у нас, вот смотрите, как голый, тут мы не можем ни свет включить, ничего, потому что все как на ладони. Вот уже когда будем делать, то будем постепенно снимать и потом опять вешать. То, что возможно, там кровать, например, ну застелим, не застелим, то перетрусь. Смотрите, все полностью, вот здесь вот для этих работ освободили полностью, почему? Потому что здесь вот, где был карниз вот прибитый, видите, здесь будут обрубывать вот это все, будет обою, карниз бы мешал, вот поэтому все это Саша снял. Вот сейчас пустая квартира, можно даже и обои клеить, видите, как классно, нету ни мебели, ничего, все поснимали, мастера только опаздывают, ну ничего, будем ждать. Посмотрите, какая трещина, он пошла наверху, видите, смотрите. А, винтам, хай куб и пленку, конечно, скажи, хай две пленки. Что-что? Там телефон на столе. Поэтому мы снимали вот это все. Потому что здесь вот эта вот толщина, которая вон наверху, видите, там сантиметра пять, это все будет сниматься. Вот будет сниматься, они здесь подрежут вот так обою, и вот это все будет, вот видите, это все будет срубываться. Тут тоже, видите, кирпич и деревяшка, куда прибивали деревянные подоконники, вот тоже деревяшка. Ну тут все стоит, как звонки, единственное, что, бачите, уже цемент такой стал. А вот это все, я с Сашей говорю, все на огород выбросить. Это глина, хорошая глина, конский навоз и солома. Возьму немножко, размочу деревья побелить, там здесь у меня рецепт под видео, как Оля, чем надо белить. Купи там еще, ну глина и навоз вот здесь есть. Это все прикопается, это все натурально, это все полезно. Нас песок, глина нужна. Цемент, просто цемент получился. Так что будет некрасиво, но скоро будет красиво. Главное не расстраиваться. Не хватило пленки, а, я вам не показала, смотрите, вот затянули пленкой, кровать полностью и даже тумбочка. Все сюда вошло, под эту пленку. Телевизор затянули, но сейчас Саша не хватает пленки. Еще две сейчас купим, вот это полностью Саша стянул, вот это накроем пленкой. И эту кучу накроем пленкой. А здесь все накрыто, здесь уже, смотрите как, видите как. Приехали ребята, привезли свои мешалки, перемешалки, видите, вот инструмент. И ребята сегодня, завтра большой праздник, Благовещение, так что ребята сегодня оббивают глину всю с окон и ставят подоконники. И вот такая работа на сегодня. Ну я вам, по крайней мере, так немножко буду показывать. Ну, ребят, не буду, а сам процесс это все закрыли. Тема, потому что мы думали, что немножечко вот сюда мы не закрывали, думали, что перенесем, но не получится. Ребята сначала все отбивают, а потом делают уже то, что, короче, делают то, что считают нужным. Узенькие такие коридорчики, потому что ходить негде. Саня закрывает кондиционер. Молодой человек рисует, чтобы обойтки по обрезать так аккуратненько, потому что будет выводить. Сейчас я принесу им пшикалку. Я скажу, давай, сынок, в мыску, чине. Артем, ребята, пошли там за инструментами, я вам хочу показать. Видите, вот аккуратно срезают обои, потому что обои пока клеить мы не будем. Вот они срезают эти обои, потом они там будут свое дело сделают, и чтобы хорошенько выходить. Потому что работают сейчас современные стройматериалы, это что? Изогипсатангипс, а это все глина, какашка конская и сено, солома. Вот это то, чем поштукатуренные. Ну вот, я сейчас вам оторву, видите, вот прямо видно солома. И вот, ребятам, конечно, будет тяжеловато немножечко выйти, но они спецы, они все это сделают. Так что вот так это все выглядит. Когда обобьют, я вам покажу. Сегодня такая грязная работа у ребят, но ничего. Это для нас страшно, для них это их не работа. Дима, это нравится. Хотя они тоже строительные работы, тоже нравится. Вы же видели, как я дома пошту катурила. Подоконники ребята поставят. Ну, не такая работа, они сами знают, что им делать. Вот они намечают их, порежут все, все у них есть приспособы, и поставят. Подоконники такие белые. Это подоконник, это не, как называть, не столешница. Как это все будет, я вам потом покажу. Смотрите, я вам сейчас покажу, как ребята это сделали. Они готовили. Ну, шикарно. Смотри, накрыли, уже все не страшно, уже грязи нет. Все, уже можно домой расходиться. Смотри, парень бьет. Парень бьет, а он, видишь, там он сыпется прямо чуть-чуть. Это все шикарно. Ребята, бедные, целый день белые. Они были нашей расы, теперь стали белые все от пыли, которая там есть. Ребята, там пыль, это просто ужас. Сказать пыль, это ничего не сказать. Они все просто белые. Ну, я вам их показать не буду, а покажу, что они здесь бедные наделали. Бедные наделали. Сейчас, одну секундочку. Посмотрите. Ребята, вы видите, сколько это все выбилось? Вы же понимаете, что это пыль. Это пыль ужасная. Цветок остався несчастный. И тут то же самое. Это же не по подметали, смотрите. Тут просто, вы смотрите, шесть окон, шесть окон. Вот такая фейня. Я скажу, если бы это мама была дома, у нее уже инсульт неохардача, что там какие болезни были. Видите, не все так окна до красных. Зато мы увидели, как строился дом наш 55 лет тому назад. Вот идемте. Да, сейчас, секундочку, сейчас. Вот видишь, вот показали, как они вот такой откусик будут делать. Все это сейчас подсохнет подоконничек. И потом будут дырки тут, конечно, крутые. Но ничего. Вот это вы видите такую грязь, а потом уже будете видеть чистоту. Глаза боятся, руки делают. Зато смотри, какое окно большущее. Можно даже ни гордину не вешать, ничего. Красота. Света много в комнате стало. Не то, что дучка-то. Ну что, мои хорошие, мастера ушли. А мы для того, чтобы лететь спать, хоть немножечко навели здесь порядок. Протерли полы. Фу, это просто ужас, ребята. Так устали, как собаки. Видите, чтобы можно было пройти хоть до кровати. Здесь тоже попылесосили, потому что все такое грязное. Хоть чуть-чуть. Тут, конечно, тоже чуть-чуть, чтобы она не летала. Это пыль. Ну, до кровати, видите, прочистили мы место. Тут тоже так протерло полы. Не капитально, но протерло, чтобы хоть можно было как-то, знаете, лечь на кровать, не в пыли. Здесь тоже попылесосили, вот здесь вот. Фух. Вот так вот будет. Я вам уже показывала. Видите, какой, сколько сняли. Не знаю, почему. Ну, видно, что за кирпичиной тянулось. Или как они снимали. Ну, очень много сняли. Это же вы понимаете, что нужно будет все набросать вот этим вот клеем, или как он называется, который мешок стоит 180 гривен. Ну, а что? Так уже сделалось. Эти ребята говорят, что окна поставили не очень хорошо. Почему? Потому что, если бы тут окна... Помните, я вам показывала, что не открывалось окно? То есть, им нужно было все это срубывать. Можно было чуть меньше срубать, но нет. Из-за того, что не открывается окно, пришлось срубывать. Ну, это ж такое дело уже срубывать. Я немножко не пойму, почему оно так, смотрите. Вот здесь вот штукатурка, вон там, например, 3 сантиметра. А здесь вот, смотрите, сколько глины. Как это, с чем это связано? С соседям весело, музыка играет. Вот здесь вот, смотрите, здесь вот нормально. Вот идет кирпич, и здесь штукатурка. А здесь, что вот в этом месте? Чи кирпичаный хватило, чи чего оно так сделано? Ну, ребят, знаете, вышло. Устали, как собаки с Сашей, но все равно думаем, ничего страшного. Поработаем. Все это сделается, не все сразу. Зато у нас будут большие, красивые откосы, красивые окна, открывающие окна, потому что у нас окна нигде не открывались. Все будет хорошо. Главное, набраться сил. Этот раз, видите, хорошо кондиционер застелили, потому что пыль туда вся поступает. И все будет хорошо. Главное, не паниковать. А так, я вот освободила свой немножечко стол, потому что мне же все равно нужно монтировать, как-то хоть какое-то видео выставлять. И сняли пленку. Ну, под пленкой все равно я вытирала, но пыль немножко была, но не страшно. Так что чуть-чуть мы тут порядочек навели, так более маломальски. Саше даже я ничего не делала, чуть протерла пол и пропылесосили тоже подоконник. Смотрите, видите, какая грязь. Но здесь не стоит. Мы тут не ходим. Они уже когда сделают все, мы более-менее так выгребем. Так что и пленка, и все. Ну, конечно, пленка, сравнительно, если бы не было пленки, было бы караул. Пленка хоть чуть-чуть задержала пыль. Ну, ничего, все, все помоется, мои хорошие. Вот это единственная проблема, что рассаду туда-сюда. Видите, я занесла ее на ночь сюда, потому что морозы, чтобы она не померзла. Я ее сюда занесла. И я вам скажу, что уже вот базилик, он уже так просится в посадку. Но это не строительное видео. Так что все. Мы с Сашей, он с Сашей ходами бедный уже, дивите, який, яку то есть с креста снятый. Заморились мы, честно говоря. Сашунька, еще, дивите, какие мы тут цветы красивые. Все это искусственное, повытаскивается, все повыбрасывается. Можно венок сделать такой с этих листьев на кладбище. Мы раньше делали венки, занимались венками, с Китая цветы возили. Но в доме не хочу этого. Это пылесборники такие, что... Ну, вот так будет пока зеленый вид, да? Фух, не хватает маленького листа, гипсокартона. Завтра Саша поедет, как они меряли, не знаю. Манюсенький. Дай Бог, чтобы он у нас в магазине был. Ты не видел, есть Саша или нет? Вроде бы должен был. А я не видела маленьких. Большие видела, маленьких не видела. Ну, дай Бог, чтобы был, чтобы не ехать в город. Вот тут купим и все. Так что, вот такие вот пироги мои хорошие. Как собаки не привязаны? Ой, ну ничего. Вот такие вот окошечки. Как это будет дальше? Пока есть грязная работа с окнами. Посмотрите. Ну, я вам скажу одно. Думайте, думайте. Конечно, по деньгам, по... Фух, сейчас я вам себя покажу, секунду. Смотрите, от меня можно прикуривать просто. Ногти, это просто караул. По деньгам... Я не буду себя показывать, боя дужины красиво. Идемте, присядемте на качелю, чеку, да? А ты поубирал ковры, да, Сань? О, Санечка поубирал ковры. Так хорошо, вот эта качеля. Дай Бог здоровья ребятам, что мы тут всякие все накладаем. Давайте сядем и поговорим. Так вот, я хочу сказать, что если вы хотите не вырубывать лудки, это не будет грязи у вас. Это будет дешевле порядка, сейчас скажу, так, где-то на 5 тысяч, порядка 5 тысяч у вас будет дешевле. Но вы поймите, что плюс еще ваш труд, который никто бесплатен. Но на 10 сантиметров у вас с двух сторон будет шире окно, потому что 5 сантиметров лудка и 5 сантиметров сам пластик. Вот смотрите, по стеклу, если брать, то на 10 сантиметров. Я во мне, конечно, я и психую, и психовала, и все. А сейчас смотрю, все-таки вытащили, ничего. Пару дней поработаем, зато потом у нас широкое окно и снаружи. Сегодня разговаривали за обшивку. Обшивка тоже очень дорогая дома. Один квадратный метр стоит 500 гривен. Вот 100 квадратов 50 тысяч. Крыша 100 тысяч, если влезть. Вот, пожалуйста, где брать станок? Надо работать, работать, работать. А вам, мои хорошие, знаете, что делать? Правильно, мои хорошие. А вам смотреть рекламу. Все, мои дорогие. Тяжелый сегодня был день, но ничего. Глаза боятся, руки делают. Все. Хочется встать, показать вам. Ну, я вот так через решеточку, хорошо? Я все время люблю позитив, чтобы заканчивалось видео на позитиве. Вот такие нарциссы красивые. Будьте счастливы. Хорошее вам настроение. Поменьше ремонтов. Хотя куда от этих ремонтов деться? Никуда. Да. Так.